С биткоином первый раз познакомился в 2012 году, по-моему, один биткоин стоил 200 баксов тогда уже. Покупайте больше? Скажем так, криптовалюта такой же мольный пузырь, как любая другая валюта. Деньги держать на типосите, в общем, нет никакого смысла. Это отличный инструмент. Отлично. Вы занимаетесь инвестированием? Я решил, что я не инвестор. Да, почему? Дорожкин Кирилл Владимирович, исполнительный директор Центра искусственного интеллекта СПБГУ, а также эксперт ЦТРР СПБГУ, основатель клуба архитекторов. Несколько вопросов, быстрый ответ. Обязательно. Блокчейн – это тоже аналогичная искусственному интеллекту система, которая применима в разных отраслях? Это называется сквозная технология. Да, блокчейн – сквозная технология. Сквозная, что значит? Это значит применима в разных отраслях. Все, понял. Ну, тоже крутая перспективная технология. Она уже как бы в какой-то мере отработана, но у нее еще потенциал не раскрытый, и это не криптовалюта. Это системы, так называемые, децентрализованные, ну, это ухранение доверительное, скорее всего, ухранение данных. И это децентрализованно-автономные организации, то есть, когда мы можем управлять удаленно. Ну, использовать мощности компьютеров. Опять же, мощность компьютеров непонятно, что это. Это, скорее всего, все-таки майнинг. Мы говорим не про майнинг, мы говорим про вопрос управления. Дао – это децентрализованно-автономная организация. Это значит, что благодаря этой системе мы можем управлять, принимать какие-то решения удаленно, либо в автоматическом режиме в результате какого-то системы консенсуса, который мы можем заложить в ту или иную задачу разную. Дао, например, это корпоратив, распределенный корпоратив. Или, например, это сообщество ваших покупателей бочек, которые, например, голосуют за развитие бочки. Рублем. Рублем или не голосом. Сначала голосом. То есть, например, вы их спрашиваете, а куда вы нам дальше развиваться, чего вам не хватает. Вы им даете направление, они голосуют. Хорошо, проголосовали, значит, купи в следующий раз. Ты же проголосовал, у нас вот такое обновление. Хорошо, про криптовалюты. Нужно знать этот вопрос, контекст надо правильно задать. Что криптовалюты? Они есть. Есть, допустим, две базовые криптовалюты. Это мыльный пузырь, если речь идет об инвестиционном инструменте. Или вы верите в то, что биткоин… Это частная валюта, считайте. Это просто частная валюта, которая используется определенными структурами. Есть ли предпосылки, что в самое ближайшее время она обесценится? Никаких. Никаких. Нет. Ввиду халфинга, ввиду проникновения… Халфинг чуть-чуть удорожал. Но она, по-моему, уже халфинг отработал. Ну вот, во-первых. Да, он был, и уже, по-моему, вся стоимость отработалась. Плюс мы видим проникновение… Ну, опять же, вопрос заключается. Это проникает в общество, это все больше используется, все больше людей используют криптовалюту как расчетный инструмент, особенно в наших условиях санкций и взаимодействия с международными компаниями. Скажем так, криптовалюта – такой же мыльный пузырь, как любая другая валюта. Она должна быть чем-то обеспечена. Пока она чем-то обеспечена и в ней есть интерес, она будет развиваться. Так же, как любая частная валюта, которая может быть построена на блокчейне или на распределенных реестрах. Это разные немножко вещи. Распределенные реестры или блокчейн. Или какие-то аналоги акций, аналоги векселей, которые также можно реализовывать в среде блокчейна. В частности, в России есть УЦП и ЦФА, которые можно… УЦП – это утилитарно-цифровые права, например, на золото, которое должно потом реализоваться, и вы должны это погасить. Либо это ЦФА, это типа акций. Например, когда вы покупаете какой-нибудь квадратный метр в доме с целью получения прибыли финансовой. Это инвестиционно. Вы занимаетесь инвестированием? И инвестированием в криптовалюту? И не только вообще. Инвестированием, кстати, нет. Традиционно я… В акции, в облигации. Я решил, что я не инвестор. Да, почему? С одной стороны, есть стратегия, которая вроде бы позволяет… С другой стороны, математик почти равный финансист. Да, да, да. Я финансист, на самом деле, в какой-то мере, потому что я в страховой математике работаю. И я фактически участвовал полностью вместе с исполняющим обязанностями финансового директора. Фактически помогал ему в какие-то элементы, в понимании, как шлоу строится в страховой компании. Потому что там много математических элементов, которые надо просто правильно объяснить. Есть общих хозяйственные расходы, там делать нечего, там всё понятно. А есть именно математические определенные правила, по которым возникает… Бойцовский курс, правильно? Да, 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 конечно. Конечно, это же моё детство. Он там всё это описывает. Это же моё детство. Да, нет, он описывает другое. Он описывает, он, будучи страховым агентом, он понимает, как… Он даже, скорее всего, даже какой-то… А кто он был? Страховый агент? Да, который сталкивался с безразличием людей. Да, раз. А во-вторых, он видел всё равно… Оцифровал все эти… Он ещё был этим. Мерки. Он ещё был… Он умел, как бы… Он был ещё, скорее всего, андерайтером, или там, как это называется, должность в Америке, не знаю. Который мог определять это, когда он выезжал на страховой случай… Типа сколько будет стоить. Да, он мог определить это, да. Да, это андерайтер. Да, такие вещи занимаются андерайтеры. Вот. И здесь… Вторая часть сферы, я говорю про финансовую часть. Но я отказался от этой части. Я так прошу. Про инвестиции. Я вам объясню, почему. Я понял, что это не моя тема. То есть, я не могу столько времени тратить… Психологически не наш. Ну, во-первых, да, я всё-таки в определённом степени игрок. Да, я могу увлечься. Мои руки сразу за… Да, 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 да. Я могу, да, немножко увлечься. Позылы таким вот. Вот, и поэтому я понимаю, что так как против меня играют машины, по большей части, так как основная история любой инвестиции – это нужно достаточно большой объём туда вбрасывать людей, поэтому туда привлекают очень много людей, которые, если кто-то где-то приобретает, значит, кто-то где-то теряет. Я понимаю, как эта модель устроена, да, и я понимаю, что я могу увлечься в том числе. И я для себя решил, что это не моя структура. Вот создать что-то, что можно вывести на такую историю – это и мне интересно. А как бы самому участвовать в этой истории… Вы создали что-то? Ну, мы разные темы пытаемся крутить, вертеть. Там в центре или один? Нет, один там, конечно. То есть, мы пробуем. Ну, то есть, опять же, есть же всякие блокчейновские темы, которыми я тоже иногда пользуюсь. Я в них не всегда как бы… То есть, они же работают, работают, да. То есть, криптовалюта самая интересная у меня, наверное, где-то даже есть. Но я ее покупал там сколько-то лет, пять назад, наверное, эфир покупал. У меня это лежит. Но я что-то не помню. Могу я… Это уже 20x20. Да, просто вопрос заключается в том, смогу ли это… Помню ли я пароль от эфирного кошелька с собой? Вот это вопрос. Вот. Это как бы такая тема. Ну, пока еще не совсем поздно попробовать. Да, да, да. По поводу биткоинов, да, биткоинов у меня нет. Пользовался ли я USDT через границу? Пользовался. Здесь как бы нет ничего постыдного, потому что там такие денюжки маленькие. Когда мы говорили про искусственный интеллект, вы очень уверены. А сейчас вы немножко заработали. Да, да, да. Я чувствую какая-то нервоза. А здесь потому что сложный вопрос, потому что мне нравится блокчейн. Да, но вопрос просто я вижу так, что в какой-то момент будет следующее. Одновременно, то есть, будет много разных валют. Раз. В частности, например, опять же, тут мы идем в крамолу. Что центробанки так или иначе все равно потихонечку теряют свою мощь. Это как бы не зависит ни от государственных инструментов, ничего. Ну, просто вот такое время сейчас. Переходят в... Ну, чуть-чуть. Я даже не знаю. Мне кажется, это просто тренд. Какая-то линия. Например, компания Microsoft, она же может уже не пользоваться банком. Она может пользоваться взаимозачетами между разными своими подразделениями. Это означает, что деньги могут вообще не выходить из контура предприятия. И в том числе даже не храниться где-то на депозитах. Но опять же, хорошо, бог с ним, мы используем банковскую систему, храним на депозитах, но чтобы как-то это обеспечено было. Но все взаиморасчеты внутри могут ходить просто единичками. Кстати, вопрос. И дальше. Без валюты. Интересно. Ставка на депозит, 15% годовых, это всегда... Инфляция меньше, чем инфляция. Черт подери, а где мы такой, это на депозит 15% годовых? Сейчас есть много предложений. Да? Сейчас вот именно так, да. Жуть какая-то. Ну, хорошо, пусть 8-10, допустим, стандартное время. Это всегда меньше, чем реальная инфляция, о которой не заявляют, потому что мы же там видим инфляцию в отчетах. Вопрос просто, как считать инфляцию. Ну, не может же быть, да, что банк дает депозит больше, чем инфляция физически по модели. Нет, здесь опять же вопрос. Здесь мы ступаем на зыбкую почву. Зыбкую почву. Как правильно считать инфляцию? Магазины в прошлом году дико боролись за стоимость яиц в районе 100 рублей. Это показательный продукт. Да, целый год мучились. Всё, где сейчас масло? Скидками, не скидками, правда, не правда, всё пытались к сотне привести. Хорошее масло улетело к 200 уже. Да, вот в этом году найти нормальное масло ниже... То есть, расчет реально гораздо больше никогда не понижается. Ниже 160 найти хорошее масло уже почти невозможно. Наверное, можно где-нибудь на заводе только самому приехать и купить. Вот, ну, это вот то, что мы в Питере есть. Здесь дальше возникает вопрос. Я отвечу не напрямую через ставку финансирования, я отвечу через страхование жизни. Там есть такое, то есть, когда мы кидаем деньги, у нас там есть некий коэффициентик, который называется R, как раз ставка доходности. И проблема заключается в том, да, что действительно в некоторых случаях эта ставка доходности не компенсируется на инфляцию. И в какой-то момент времени она может быть чуть-чуть больше, она может быть чуть-чуть меньше инфляции. Но за счет того, что если там долгое время, она меньше инфляции, у нас возникает, так как это сложный процент, то эта величина умножания, которая умножается друг на друга, величина меньше единицы, то она становится все меньше, меньше, меньше. И, соответственно, так или иначе, мы в конечном счете, когда придем к получению нашей, например, мы нажили, то мы можем получить деньги, 100 миллионов рублей, но которые на самом деле в реальном исчислении, это уже не миллион рублей, как было там 10 лет или 20 лет назад, а уже миллионов 5. Ну, то есть, нет. Ну, то есть, условно говоря, не миллион, да, в другую сторону, да, тут я что-то это приврал немножко. Ну, это вот так, скорее всего, финансисты все, когда продают. То есть, ты не можешь сохранить эти деньги просто в силу того, что у тебя там на выходе ты получишь меньше, да, вот. В общем, для обывателя важно. А для обывателя важно следующее. Чтобы действительно заниматься инвестированием эффективно, им можно заниматься, но я не верю в том, что это может быть пассивный доход. Да, вы должны быть включены в этот процесс. Вы должны в нём хотя бы до какого-то уровня, которого вам… Как Баффет обложен газетами и в пяти часами с утра до завтра. Скажем так, вы должны найти свой какой-то вариант, который вам понятен и не приносит вам убытки, а приносит вам какую-то прибыль. Но вы должны… То есть, пассивная инвестиция, долгосрочная, наверное, для людей, которые не разбираются, оно больше такой неагрессивный, консервативный инструмент. Это может быть, да, в облигации, условно говоря, какие-нибудь займы государственные. Или голубые фишки. Да, или голубые фишки. Такое тоже вроде бы как бы все с этого начинают. Но как нас учил Насип Талеб, 10% вкладывайте в венчуры, а у них иногда бывает доходность такая, что мама не горюет. Да, потому что зачастую те же самые голубые фишечки может сожрать инфляция. И вы на самом деле вложили миллион, а получили уже не миллион реального, а 800 или 900. Поэтому такое может случиться. И как бы в инвестиционной истории это называется уметь вовремя фиксировать доход. А это надо, ну, как бы ты должен, у тебя какая-то интуиция должна быть развита на этот счёт. А значит, ты либо должен кому-то эти деньги отдать, да, в какую-то управляющую компанию. И я считаю, что это значит, что уже деньги не твои. Сразу не твои деньги. Они получают прибыль, но не разделяют с тобой убытки. Ну, в этом смысле да. Но надо просто понимать, если ты отдал деньги другому, это деньги не твои. Значит, ты им, ну, извини, чувак, ты не умеешь ими управлять, это не твои деньги. Для некоторых это решение. Да. Ну, а почему нет? Вот, второй момент времени, вы должны в любом случае в чём-то разобраться. Нельзя просто так деньги отдавать куда-то, то есть, бездумно. И если вы там как-то это всё совместите, найдёте какое-то для себя понятное правило, всё-таки до какого-то уровня разберётесь, и уже дальше сами примете решение, сами вы будете инвестировать, или всё-таки вы выдохнете, отдадите свои деньги другим, да, неся за это риски определённые, то, как бы, пожалуйста, занимайтесь этим. Люди же зарабатывают. Деньги держать на Тебасите, в общем, нет никакого смысла. Да, если ты крупная компания, и ты можешь держать деньги на ночном депозите, или депозите выходного дня, это отличный инструмент. Отличный. Понятно, всё равно не скинешь, потому что они нужны будут через какое-то время, резерв должен быть. Да, а держать их там, а что они делают? Ну, ночью они могут полежать. Главное, их достать в 9 утра, чтобы в 10 утра не пришло сообщение, что банк сонировали. Да, то есть, такое может быть. Покупайте больше. Да, это же как, людям зачастую ведь не объяснить, да, что если ты собственник, да, то, во-первых, ты, то есть, не все же люди понимают, сколько ты за них налоги платишь. Реально, да. Если вы не эти компании, вы платите, черт, не нравится, вообще сколько налогов, да, за каждого человека, чтобы ему получить 100 тысяч. Сколько надо сгенерить? Да, 150. Да, вот, финансовый поток. Вот, и никто не знает, что собственник, который является, как бы, определяющим правила, да, может получать дивиденды, да, с оборота. А дивиденды, это уже немножко другой процент. Там другое налогоблажение меньше. Да, но меньше, и это выгоднее. И, значит, чтобы получить 100 тысяч, ты должен сгенерировать уже не 150 тысяч, а меньше. А, значит, с миллиона ты заплатишь там, ну, словно, сколько-то меньше. Да, и поэтому никогда, то есть, наемный сотрудник, то есть, и не будет получать много, потому что любой собственник знает, как, что он за него кучу налогов еще платит. Официально тогда. Да, да, да. Вот, и здесь так же с инвестициями, да, то есть, тот, кто управляет и прочее, он все равно не поделится, то есть, кто умеет управлять, он как бы и управляет. Стратегии свои не поделится. Да, стратегии не поделится, может быть, чем-то другим не поделится, и, конечно, основную прибыль оставить себе, потому что... Чувствуешь у вас большой опыт? У меня опыт просто, я туда не влез. И вот я когда-то в какой-то момент не влез, Такой, значит, кошелек эфира. Да, 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 да. Я туда не влез один раз, чтобы совсем в это уходить. Я первый раз с биткоином первый раз познакомился в 12-м году. Он стоил 200 рублей. Или 200 баксов, по-моему, один биткоин стоил. 200 баксов тогда уже стоил. И я что-то не купил. А знакомый у меня купил тысячу, по-моему, биткоинов, когда он еще стоил один доллар, и, естественно, потерял кошелек. Вот так. Такое тоже бывает. Банальная история. Да, банальная история. Таких много историй. Но вот он есть. Он же смирился, там все переживал, искал ту волшебную книжку, в которой он спрятал шифр. Вот. Поэтому блокчейн технология сквозная. Повторяю, что сквозная технология это технология, которую можно применять везде. Блокчейн можно применять, например, для вы ставите какие-нибудь QR-коды на уникальность в свою продукцию или там какие-то что-то. Это можно токенизировать, то есть превратить в некую, записать в какую-нибудь блокчейн-сеть. То же самое можно сделать. Чтобы информация о нем хранилась там много где и была подтверждена. Ну да, чтобы как бы... А что это даст практически? Это как бы борьба с фейками. Борьба с фейками. То, что это действительно тот продукт, за который вы зуб давите. Борьба с фейками. Так же, как это дальнейшая история этого трата. Все мечтают о трансплантации органов, чтобы они тоже были в сети блокчейн, чтобы это была единая база, которую нельзя подменить и так далее. То есть в медицине можно это использовать. Но опять же, очень часто это организация, больше блокчейн, так как это все-таки определенная база данных. QR-коды используем с другой целью, как ссылки на описание, быстрый доступ к информации. А QR-код это не блокчейн. То есть если мы свяжем информацию, записанную на QR-коде с какой-то записью в блокчейне, то в целом мы можем... А токен как физически? Токен, 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 токен. Токен – жетон по-русски. Это монетка. То есть токен... Ну то есть если совсем... А, ну вот на этих монетах... Нет, есть, смотрите, есть вот тут просто... Есть как бы вот это первичные коины, это типа биткоины, эфиры. Вот. А есть как бы токен. Смотрите, токен – это примерно такое правило. То есть у нас есть некий код исполняемый. Например, если я пройду, пробегу 100 километров, я получу 100 рублей. Вот. И это можно токенизировать, прицепить к вашему датчику движения и как только у вас сработает датчик движения на 100 километров, сработает триггер и вам сразу мгновенно в это время перечислится 100 рублей. Есть ребята, которые такие... Этой разработкой занимались, знаете, как они обанкротились. Есть ТПИН, который до сих пор нормально не работает. Это про... То есть кроссовки покупаешь, ходишь и зарабатываешь. Так, а вы знаете, что уже разработали чуваки на беговой дорожке, автомат, ну точнее робота, который ходит в эти кроссовки по беговой дорожке и кучу денег на сливает. Не слышишь? Ну логично, я не спорю, что это есть, но просто это как бы дополнительное вложение. Поэтому наверняка всё есть. Но здесь вопрос просто, откуда мы берём кэш для поощрения. Интересно, я бы хотел... Нет, здесь логика простая. То есть мы должны понимать, что любую... То есть в чём ТПИН, где он в ТПИН провалился? Он ушёл в капитализацию слишком сильно, в надежду привлечения больших спонсоров, сделал слишком большой процент. Ну то есть, а там дальше работает сложный процесс и мультипликатор. В результате это всё, естественно, попёрло в пирамиду по классической экспоненте, то есть по степенному ряду, по степенной функции. И, конечно же, как только у тебя не хватает покрытия эти расходы, ты должен... И они в какой-то момент, естественно, всё ссанировали. То есть они сразу обрезали прибыль, доходность и так далее. В целом, если бы они придумали изначально, не стали рвать жилы, то аккуратненько стали всё делать и подгрузили под это какие-нибудь системы типа стейкинга, фарминга, какие-нибудь такие инструменты, когда ты делишься своими деньгами для других инвестиций, потом тебе за это платят какое-то средство. И тут ещё был бы рост всегда. Это всегда. Биткоин всегда бы рост, что-то не бывает. И вот в эти моменты, конечно, все несут убытки. Потому что, так или иначе, остальная крипта очень сильно связана. Поэтому нужно обеспечивать какими-то дополнительными финансовыми потоками. Возвращаемся к системе закрытой, замкнутой, физической, закон сохранения энергии. Здесь всегда надо придумать, где ты питаешь эту систему деньгами, откуда получается в системе деньги. И в целом, почему, когда мы говорим о спорте, туда придут спонсоры спортивного. Батончики, спортивное питание. Как вы думаете, это сложно технически реализовать, повторить? Нет. Уже сделано. Есть, во-первых, какие-то вещи, которые уже сделаны, а есть, в принципе, вопрос заключается, что мы хотим сделать, и это можно сделать. Можно запрограммировать всегда всё. Проект, есть забег, а есть ещё ПВА-сайт, где регистрируешься, ты получаешь кабинет. В этом кабинете есть календарь, тренировочный план и возможность через взаимодействие с тренером, с диетологом и ещё с докторами любыми. И я хочу туда интегрировать, чтобы тренируясь, ты тоже получал тренируясь через... Ну, вот смотрите, классический пример. Реализовать это несложно. Вопрос, опять же, как вы... Надо прописать токеномику, чтобы потом не кусать локти. В принципе, да? Токеномика – это экономика токенов. То есть, каким образом возникают деньги. Где... То есть, вы же можете, на самом деле, начислять любые цифры. Создать токен технически несложно. Это у нас стереотип, что мы этого не касаемся. Нет, нет, токен нет. Мы токены составляли, особенно NFT-шечки, мы составляли. То есть, NFT мы делаем. Вот это простая история. Но, чтобы хранить... NFT провалился вообще? Нет, не провалился. Он просто перешёл в другую. Тот NFT, как спекулятивный аппарат, провалился. А NFT, как инструмент некой вот этой как раз, например... Вот аппараты все куда-то пропали. Вот, например, это Альфа, да, Sony Альфа, да, какая-нибудь там, которая вот, она родная, там, например, мы используем там какую-нибудь матрицу, там, полтора кропа, а он родной, или так далее. И вот, например, вот NFT к этим штукам можно подгрузить. И мы тогда будем точно знать, даже в момент, мы отдали эту камеру в ремонты, и они точно будут знать, когда это производилось, там, какой это серийности, когда и так далее. Это нельзя будет подменить. Это и сейчас можно сделать, но это будет в другой базе находиться, которая будет более глобальной. Проблема заключается другая, что за каждую эту транзакцию надо платить. За каждое изменение надо платить. на машинах скручивают счетчики. По идее, получается, можно сделать токенизировать. Можно сделать счетчики, умные счетчики, которые нельзя на батарею кинуть, и они тоже будут правильно считаться, и они, по крайней мере, тут же зафиксируют, что в этот момент времени произошло какая-то ерунда, а дальше искусственный интеллект. Это как раз то, что в Центре технологии распределённых реестров сейчас стоит стенд, который с приборами учёта электроэнергии, который умеет с счётчиков записывать информацию и записывать её в блокчейн-сеть. Соответственно, и далее эта информация, да, это дальше информация, её изменить уже нельзя, либо можно, но потратив на это большее деньги, чем бы ты заплатил. Почему нельзя сделать машину, продать её, сделать NFT на машину, и чтобы вся информация про эту машину, про обслуживание, про металометраж, она была вся в NFT хранена. Можно, пожалуйста, нет вопросов. Это же круто. Это для пользователей дальнейших, для покупателей. Вопрос заключается в том, что такие стартапы точно были, не знаю, на каком они этапе. Мы, опять же, в своё время делали такую модель и прописывали сценарии для Росреестра, чтобы кадастровый номер квартиры мы перевели, токенизировали и создали некую сеть блокчейнов, которая бы хранилась эта история. И обратите внимание, мы сейчас говорим о не спекулятивной части блокчейна, а именно как документ оборот некой нотариальной заверенности правового, то, что это уникальность и так далее. А нет перспектив, что, смотрите, NFT провалились как инструменты. Они провалились они как раз они провалились, они прошли свой хайп и сейчас все думают, как их правильно использовать. Всё то же самое до сих пор работает. С криптовалютой так не может быть? А что с криптовалютой? С криптовалютой тоже все пытаются понять, что происходит, но просто криптовалюта это деньги. И ты, как правило, криптовалюту используешь действительно на обмен какими-то этими товарами. Криптовалюта будет дорожать? Какая-то будет, какая-то нет. Опять же, биткоин пока будет вот таким же волонтильным и дурным. Можно заработать, а можно и потом ловить и писать. В зависимости от того, когда вы зашли в него. Всё, вопрос. Сейчас вот не надо заходить. А может, можно. То есть, если X2 устроит, например, вырастет, сколько он сейчас стоит? 60, да? Я думаю, всех устроит. Ну, X2 устроит. За какой период, конечно. Да, за какой период. Да, то есть, вот, если ты зашёл там на тысячи, то тебе вкусно сейчас. Если ты зашёл сейчас, то ты уже начинаешь нервничать. Нужны ли такие нервы? Вот поэтому вопрос. Типа уже минус 30% или минус 40%. Да, уже нервы, конечно. Ты уже зашёл там на 50 тысяч, а он бац, там какое-то время болтался в 20 тысяч. Ну, это уже очень грустно и печально. А сейчас, по-моему, до какого-то времени, до 60 дошёл. Ну, действительно же, такая психология. Все хотят легко и быстро через финансовые инструменты. Можно, но, опять же, чем сложнее финансовый инструмент, тем сложнее должна быть стратегия. Невозможно зарабатывать, и поэтому, как смотри выше, я просто не знаю, в какой момент это будет нарезано, смотри выше, чтобы что-то заработать в инвестиции, вы либо должны кому-то доверенному отдать, чтобы он потом не убежал, да, либо всё-таки сами разобраться до какого-то уровня, который вам понятен, и который на каком-то периоде будет вам приносить прибыль. То есть, не получится просто вложить и заработать не получится. Вот, не верьте в это. Случаи такие могут быть? Нет, ещё раз говорю, такие случаи могут быть, но, скорее всего, больше случаев, когда они зарабатывали. Пришли в биржу, мы хотим вывести какую-нибудь новую крипту на биржу, она у нас или старую, но с новым соусом, да, и какое-то время, так как это новенькое, что-то все туда полезли. Соответственно, при том, что туда люди полезли с хорошим маркетингом, наверняка, или люди какие-нибудь там, с большими объемами, или инфлюенсеры, то есть, маркетинг через инфлюенсеров, да, мы получили какой-то рост объёма, будь ли он вечный, если он ничем не обеспечен, не будет. Поэтому, когда мы говорим об инструментах для бега и прочее, надо обязательно продумать, откуда это можно реализовать, но мы должны понимать, что это надо, кто-то должен софинансировать. Либо мы... За счёт чего будет рост например, да, мы батончик продали, а там маржа. Но тут же не нужно обеспечивать реально. А реально, сколько у нас батончик нормальной маржа? Раз, икспей. Да, ну прямо. Иначе, иначе, чтобы не заработать. Нет, я думаю, что на прилавке, если он лежит, то если в рознице... Ну не, реально, мы производим батончики, себестоимость 60 рублей, оптом продаём за 80, а их продают за 150. Ну, икс-два. Просто мы оптом продаём, икс-два с половиной. Икс-два с половиной, да, то есть вот, в книгах икс-пять, чтобы вы понимали. Да, зачастую иначе не заработает. Особенно в буквоеде, и так далее. Вы знакомились с Игерманом недавно. Ну вот, да, у них иначе не работает, иначе там это просто... Я уже 15 лет, могу не работать? Может, а может работать. Вопрос это вкуса, потому что, если ты работал уже до этого... Я бы посидел, подумал, интереснее работать. Об этом и речь, да. Очень мало людей знаю, которые вот... Могут. Могут просто не работать, да. Всем всё равно что-то хочется делать. Я про финансовое обеспечение, что сдачуство обеспечил. Ну, хорошо. Молодцы. А дальше вопрос всегда заключается в этом. Надо обеспечить всё. То есть, надо правильно продумать. если батончики придумать, что... Короче, батончик продавать не... Токены батончиками обеспечить. Например, обеспечить батончик, ну, хотя бы там пятёрочку, пять рублей, вот с прибыли туда кидать. Да, либо вы продаёте какой-нибудь там, не знаю, вот этот... Токен. Вот, вот, ту прекрасную волшебную коробочку, тренажёр для ноги, да, заложить туда маржу, как бы в эту... Так, токен Бутман, значит, при продаже батончиков пять рублей мы... А что значит пять рублей с продажей? Ну, куда-то надо, куда-то надо заложить. То есть, у вас должен создаваться фонд. Вы должны его постоянно наращивать. И за счёт этого будет токен расти в стране? Ну, он не то, что... То есть, я не уверен, что будет токен расти. Можно это использовать как элемент геймификации. То есть, не обязательно выводить его на биржу сразу. Можно уж перестать иметь такие амбиции. Но создать среду, в которой людям... Создать свой личный клуб собственный, в котором людям будет интересно, они смогут что-то там ещё дополнительные, бонусы какие-то получать и сделать просто бонусную программу, даже с этого начать. Просто с использованием элементов блокчейна. Если получили скидку, то это уже в блокчейне хранится. Да, мало того, благодаря тому, что мы там можем накидать ещё кучу смарт-контрактов, у вас всё будет выполняться на лету, в автомате, и при этом не надо будет разворачивать дополнительную 1С, вы пользуетесь просто инфраструктурой, которая заложена в блокчейне. Вам придётся за неё платить, конечно, за каждую транзакцию, но при всём при этом вам не надо держать свою инфраструктуру. бегунов только не так много в России в этой связи. Ну, рынок надо искать, конечно. Ходоков зато много. Ездунов в метро много. Тут вопрос такой просто, а что мы хотим? Просто придум... А давайте мы, я имею в виду, абстрагируемся просто. Вот мы говорим, мы хотим, чтобы нашим клиентам было интереснее. Да я не хочу, чтобы в стране у людей жизнь была лучше, и люди были здоровее, и дольше жили. Вот миссия идея такая. И поэтому это полностью датируемый проект. Есть пафос, а есть не пафос. Нет, не пафос. А я начинаю снизу. Вот, например, мы хотим, чтобы мои клиенты, которые уже у меня есть, да, ну, то есть, в любом случае, маркетинг строит новые клиенты, удержание старых и так далее. Да это вообще к этому не нужно. Давайте подумаем, да, мы хотим удержать старых сначала клиентов. Мы создали, то есть, у нас есть какие-то новые инструменты. Мы создали им прикольный блокчейн какой-нибудь внутрь засунули, когда какая-то геймофикация весёлая, они там могут что-нибудь там поделать. Там попрыгал на одной ноге, получил там бонус. Попрыгал на другой ноге, получил бонус. Засунул, продал им ещё часы холл-трекер, который подключил в общую систему. Заработал там со своего партнёра какие-то дополнительные деньги, поделился с клубом, да, то есть, сделал какое-то уже там... Подключить часы сейчас не получается. Отклонили России. А есть российские производители. Хотите? Расскажу, кто. Вот. Хорошие трекеры, умеют сахар считать. Я знаю. Хеллби, так и называется, да. Они, с одной стороны, вроде как бы типа американские, а на самом деле генеральный директор, там, видимо, полтора к этой конторе, он находится вон тут, живёт на Ленпольных граф, Маша работает. Вот. И здесь вот вопрос просто, да, можно. Можно осторожнее, можно делать, можно неосторожно делать, можно Google Fit добавить, да, просто. Блин, вспомнил же, я это назвал. Да, 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 Google Fit можно добавить и так далее. Здесь просто вопрос, как мы работаем со своими, то есть, это же может быть клубная среда, и мы работаем, создаём клуб. И тут искусственный интеллект может быть классным инструментом, когда люди, например, распробуют его, как бы, вот, в той модели, которая была озвучена выше. Слушайте, проблема в том, что люди бегуны всего мира и в России то же самое используют, но другие часы. Ну, Гармин какой-нибудь. Да, Гармин, Полар, Семь, и нам нужно, Сун, это сейчас ещё очень популярно, нам нужно их подключить в системе, чтобы это всё автоматически скинулось, и токены назначались. Ну, не проблема, вы же, у Гармина же приложение есть на телефоне? ну всё. А значит, у вас есть приложение, если вы, вы, значит, можете открыть доступ к Гармину через приложение Google, а дальше Google приложение можете открыть приложение туда-то, а дальше вы можете поупражняться, сделать какую-нибудь ещё какую-нибудь ерунду и уснуть, да, на этом. Вот, но на самом деле архитектурно в принципе ограничений почти нет. Есть сложности, Да, но можно сделать, ну, это просто чуть-чуть там какого-нибудь архитектора позвать, ну, вы просто задачу поставьте, подберём кого-нибудь. Вот, и здесь, да, а вторая тема, это искусственный интеллект, это что же инструмент? Вы сделали прикольную тему, и людям стало интересно. Например, а VR, да, которым мы занимаемся тоже метаверсиями, например, они занимаются спортом, а вы, например, провели фиджитал спорт. Знаете, в Казани происходили, да, поиграл на приставочке, пошёл в хоккей рубиться, а здесь надел очки, а есть соревнования по теннису в VR, это прям, есть даже федерация, которая играет. Это же тоже спортом. Все из клубов даже уже открылось. Это же круто, да, а вот, например, чтобы вы тоже понимали. Майвейзер, боксёр, открыл все из клубов. Круто, да, я не боксировал, но надо побоксировать, я могу очки как-нибудь VR притащить, два. Притащил, они лежат, не пользуются. Какие? В Тормии? Около с два, около с три? около с два. Около с два. Ну вот у меня дома... В подкаст VR его запишем. Да, 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 не, давайте его запишем в VR. Давайте. Круто. Вот это сделаем легко вообще. Придёте ещё? А мы VR, с VR-очками мы в метавселенной сделаем. Лучше здесь, чтобы снимать ещё. Обязательно. VR ещё сделаем, ещё позовём туда Серёгу Бероненко, который там собственник этой российско-индустриальной метавселенной. Вот, и действительно, да, то есть вот как работать с клубом? То есть если мы отнесёмся к своим клиентам не как клиентам, а как клубу, который мой, который вот мы вместе с ним, вот дальше уже та миссия глобальная, и они агенты мои, да, чтобы вот все стали здоровее, они там и так далее, и так далее, и тогда мы с ними работаем по-другому, и тогда все эти инструменты, понятно, как ложатся. Это новая система какая-то внутренняя, то есть мы здесь можем раскрутить, даже закон это при чём сделать. Мы можем туда раскрутить даже кооператив. А если всем надо попутно? Кооперативчик можем сделать. Кооперативчик можем сделать. Добавить туда ещё питание вкусненькое, вкусненькие йогурты домашние фермерские, ягодки, да, мы сможем гарантировать качество картошечек, которые не пестицидами, а нормальная картошечка. И вот это всё, но это вот такой лютый масштаб, да, в котором, конечно же, нужны какие-то простые инструменты, которые внутри себя содержат быстрый учёт. И здесь блокчейн незаменим с точки зрения того, что вот эта вся уже модель учёта и транзакционная история там уже зашита. Чтобы это сделать в 1С, придётся переписывать там её заново и такой головняк. А здесь надо просто написать правило, что если ты сделал это, ты получил это, а если это, то получил вот это. Грубо говоря, ты пишешь своё программное учёение своими правилами, которые подключаются к блокчейну. Ты пишешь в блокчейне... А это платно вообще? Я сказал, каждая транзакция будет стоить денег. И здесь нужно тоже считать экономию. И это тоже правильно. Почему многие пишут свои токены или, например, используют недорогие лерды. Тогда они никому не платят, если свои комиссии... Если ты сделал приватный блокчейн, ты никому не платишь. А, типа на своих... Да, да, да. Ты можешь раскрыть сетку, это только для себя. И это другой блокчейн. Ты можешь... Да, и это уже другая история. Как это правильно говорить? Вы знаете, это другая тема. За дополнительную плату, да, ещё многие говорят? Круто поговорили. Да ничего так. Спасибо, Кирилл. Здорово. Человек создан для того, чтобы жить и развиваться в обществе. Именно общение способствует и вдохновляет нас двигаться вперёд. Я верю, что наши интервью делают кого-то на шаг ближе к успеху. Поэтому создал сообщество «Спортивные предприниматели». Добавляйтесь по ссылке в описании.